Золотая лига клуба самых умных и выберет строгую профессию юриста. Но это не мешает ей больше всего на свете любить театры, музеи и Фауста Гёте, потому что в этой книге прекрасно всё. Ростовчанин Филипп Черненко, штудируя филологию и журналистику, твёрдо определил для себя, что смысл жизни – это даже не успех в профессии, а самосовершенствование. Поэтому в жизни много книг. Набокова Джойса Достоевского. А ещё Филипп поёт. И в душе, и на улице часто раздражают других, но чаще всё-таки доставляют удовольствие. Кирилл Геприков, исторический факультет МГУ. На книжной полке Булгакова Ремарк соседствует с Толераном, а в системе ценностей лидирует стремление обзавестись Нобелевской премией домом и детьми. Как минимум двумя, но можно и пятью. Наташа Криницкая из Житомира неожиданно для себя завоевала первое место на всеукраинской олимпиаде по истории. Но это отнюдь не значит, что жизненные приоритеты определились. Вчера она видела себя будущим архитектором или геологом. Кем представляет себя сегодня, не знает никто. Харьковчанин Женя Нестеренко занимается серьёзной международной экономикой. Но жизнь постоянно преподносит ему сюрпризы. Он получил в подарок слиток золото, правда, пока весом всего один грамм, сыграл в спектакле «Статую свободы» и даже однажды помогал ловить медведя в зоопарке. Если в жизни всё это имеет какой-то смысл, то что же значит всё это? Каждый из ребят уже всерьёз примиряет на себя взрослую жизнь. И хотя она не всегда оказывается радужной, но ведь всё в твоих руках. Как минимум, её всегда можно разбавить игрой. КОНЕЦ Телеканал «Интер» приветствует всех на играх международного клуба «Самых умных». И вновь на игровом подиуме «Золотая лига». И вновь нас ждёт упорная бескомпромиссная борьба. На этот раз в третьем отборочном поединке. На кону три путёвки в следующую стадию турнира. И титул «Самого умного». Я с удовольствием представляю сегодняшних претендентов. Филипп Черненко. Здравствуйте. Я ворую овощи у друзей. Меня зовут Филипп, а это Няка. Последний год был для нас тихим и размеренным. Я сумел вырастить морскую капусту, а Няка получила степень доктора стоматологии. Пусть сегодня кому-нибудь повезёт, и этот кто-то найдёт топинампа. Сергей Сидельник. Привет всем из Днепропетровска. В последнее время в моей жизни произошло мало изменений. Днём я что-то делаю важное, а ночью практически никогда не высыпаюсь. Единственное, чего не хватало в последнее время, это игровой атмосферы. Так давайте же не будем откладывать всё в долгий ящик, а сыграем в него. Илья Демидов. И снова всем привет из Запорожья. Я не говорил эту фразу, стоя на этом подиуме уже полтора года, поэтому просто давайте быстрее начнём играть, и будет что будет. Евгений Нестеренко. Всем привет из Харькова. После нескольких лет участия в игре я понял, что самый умный не может оставить равнодушным. Поэтому я решил вернуться в игру уже в качестве студента. Моим основным хобби остаётся игра в футбол. Также я увлекаюсь теннисом и бильярдом, изучаю французский язык. Сегодня моя пятая игра, и я надеюсь, что она будет особенной. Вячеслав Муравьёв. Здравствуйте, студент Самарского и Космического университета. За последний год я добился значительных успехов. Дал обе сессии на отлично. Пошёл отбор на военную кафедру, занял призовые места на областных олимпиадах. Моими увлечениями остаются гололомки и спортивное программирование. А моей главной мечтой занять медаль чемпионата мира программирования. Кирилл Геприка. Здравствуйте, я учусь на четвёртом курсе Исторического факультета МГУ. И впервые между творческими, театральными и учебными экспериментами я всё-таки выкрою немного времени, чтобы прийти сюда и сыграть в «Самый умный». Наталья Греницкая. Всем привет из Житомира. В этом году я заканчиваю школу, так что год предстоит быть трудным. Но даже среди серых будней есть место сказки. Так пускай этой сказкой станет самой умной. Всем приятной игры. Богдан Кушнит. Всем привет. Я приехал из города Мельница-Подольская. Сейчас я учусь в Киеве, Национальном медицинском университете имени Богомольца. Я будущий стоматолог. Это мой первый опыт в игре «Самый умный», так что не судите срока. Всем удачи. Дмитрий Порфирьев. Здравствуйте. Я приехал сюда из города Орла, литературной столицы России. Я считаю, что главное в игре – это не участие, а победа. И сегодня моя главная цель – победить. Дарья Бугайчук. Всем привет из прекрасного города Киева. За этим игровым пультом я сегодня впервые. Мне очень интересно узнать, что же получится. Желаю всем море позитива. Александр Василенко. Всем привет из Ростова-на-Дону. Я первый раз участвую в этой программе. Моё увлечение – химия и география. Желаю всем приятной игры, а себе победы. И Ксения Орлова. Здравствуйте. Я из Челябинска, учусь в Москве, в высшей школе экономики. После своей десятой игры я уже перестала высчитывать номер в последующей каждой. Но то, что я снова и снова здесь, я думаю, говорит о многом. Дамы и господа, перед вами представители Золотой Лиги. Как в детстве они будут бороться за места в финале, за звание самого умного и за обладание этим сурком. Годы годами, а желания желаниями. А ещё победитель сегодняшней игры получит специальный приз от партнёра нашей программы – интернет-супермаркета «Розетка.ЮАЛЬ». Внимание! Всем, кто хочет попробовать свои силы в игре «Самый умный», вы можете зарегистрироваться на нашем сайте умный.тв. Играйте с нами. Уважаемые игроки, выросшие, похорошевшие, окрепшие, ставшие взрослыми, напоминаю правила игры. В игре три раунда. В первом я задам вам 18 обязательных вопросов, каждому из которых предлагается 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Шестеро лучших пройдут в полуфинал, трое лучших пройдут в финал, и кто-то один станет сегодня самым умным. Все готовы? Да! Мы начинаем первый раунд! АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! Первый вопрос. О какой литературной героине ее создательница сказала? Когда она родилась, ей было уже под 70. Джейн Марпл, Джейн Эйр, Дженни Уизли или Джейн Бэнкс? А какой литературной героиней ее создательница сказала? Когда она родилась, ей было уже под 70. Сидельник. Допустим, Джейн Марпл. Писательница очень сожалела, что вместо дряхлой старушки не придумала мальчика-детектива. Но Джейн Марпл – это правильный ответ, и все любительницы детективов ее прекрасно знают. 11 игроков справилось с заданием. Спасибо, Богдан. Второй вопрос. В каком из этих народных промыслов основным материалом является эмаль? Фенифть, батик, макраме или гобелен? В каком из этих народных промыслов основным материалом является эмаль? Что скажет Илья Демидов? Батик там, по-моему, воск, макраме или гобелен с тканью связано. И остается только фенифть. Про фенифть вы ответили абсолютно верно. И семь игроков справилось со вторым вопросом. Переходим к третьему вопросу. «Невесткой какого сказочного царя стала царевна-лебедь?» Бериндей, Дадон, Горох или Салтан? «Невесткой какого сказочного царя стала царевна-лебедь?» Я так понимаю, Черненко, это вы вслух все время обсуждаете, да, то, что отвечаете? Нет, громко думаю. Громко думаете? Так подумайте вместе со всеми вслух. Я просто знаю, что у Салтана была царевна-лебедь. Конечно, правильный ответ – Салтан. Потому что лебедь, как вы знаете, вышла за очень молодого, симпатичного метросексуала по имени... Гведон. Гведон. Скажите, звучит просто по-итальянски. Да, Гведон, правильный ответ. Одиннадцать игроков справились с заданием. Четвертый вопрос. От каких островов получила название пестрая мужская рубашка? Гавайские, Бермудские, Канарские или Азорские? От каких островов получила название пестрая мужская рубашка? Ксения, вы всегда были модницей. Продолжение следует...